Византион Византий Византий Благотворительный концерт православного хора «Византион» состоялся в связи с международным музыкальным фестивалем «Евразия», проводимым Свердловской областной филармонией. В рамках фестиваля реализуется проект «Шелковый путь». Караваны, которые его прокладывали, несли свою музыкальную культуру сюда, в Екатеринбург, соединившей Европу и Азию. Музыканты почти одновременно с нами с такой идеей вышли, что мы хотели бы спеть именно в русском храме, а у нас храм «Колокольный Большой Златоуст» – это новое храмовое сооружение, которое вписалось уже на новом этапе в архитектуру, в духовную жизнь нашего города. И поэтому совместно с «Метрополией» мы этот концерт организовали. Это редкость, это эксклюзив. Тем более радостно, что наша публика, наши люди смогут познакомиться с этим большим куском человеческой культуры и истории. Возрождая и сохраняя в своем творчестве традиции священных песнопений Восточной Церкви в контексте западной культуры, хор «Византион» вносит свой вклад в сохранение и возрождение тысячелетней традиции монадического пения. Сложности, в то же время уравновешенность звучания, отсутствие искусственности и какой-либо экстравагантности стиля создают удивительный музыкальный образ, о котором румынский историк Николай Йорги сказал «Византия после Византии». Храмы сохранились, и мы можем построить копию древнего храма, знакомые с литературной традицией. Мы читаем людей, творения людей, святых отцов, которые жили тогда. А вот певческая культура, она такова, что ее даже и нотами записанную ее нельзя механически передать. Она передается только от живого человека к живому человеку. И вот те люди, которые сегодня к нам приехали, это, я бы сказал, непрерывная традиция. Под сводами Большого Златоуска прозвучали древние христианские гимны, богослужебные песнопения на латинском, греческом и церковно-славянском языках. Выступление хора вернуло слушателей к истокам православного церковного пения, объединяющего, что важно, людей во всем мире. Продолжение следует...